Наши голуби все еще возвышаются над мечетями и кружат вокруг них, принося нам из них семнадцать слитков, собранных в трех источниках. Раздел групповой намаз, раздел намаз в домах и раздел ночное выстаивание. Для каждого из них свое время, свое достоинство и своя степень, которые получит тот, кто узнал их ценность и следовал хадисам, пришедшим по поводу них. В том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Худа. Раздел коллективный намаз. От Руцмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, для того, кто построит мечеть, стремясь увидеть лик Аллаха, Аллах построит нечто подобное в раю. Мечети — самые любимые места Всевышнего Аллаха и признак исламской культуры, ее главенства и величия, если они выполняют свою истинную роль. Поэтому мы видим, что первое, чем непосредственно занялся пророк, салаллаху алейхи вассалям, при прибытии в Медину, это постройка мечети, которая служила не только в качестве мечети, но также была местом призыва, центром обучения и местом для суда, перемирий и реформ. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, утверждает воздаяние за постройку мечети и их наполнение. Тот, кто построит хотя бы маленькую мечеть ради лика Аллаха, не стремясь этим к популярности или к получению материальной выгоды, то его награда будет в соответствии с его деяниями, и Аллах воздаст ему, построив для него дом в раю. Эта награда включает всех, кто участвовал в постройке мечети, будь то в руководстве ее постройки, деньгами или землей для постройки на ней. Просим Всевышнего Аллаха из его великой милости. От Абу Гурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Для того, кто ходит в мечеть утром и вечером, Аллах готовит достойное место в раю. Каждый раз он ходит в мечеть утром и вечером». Рассказал Аль-Бухари. «Посмотри со мной, как почитает Всевышний Аллах своего верующего раба, у которого радость и успокоение в домах Аллаха». Пророк Алейхиссалату Ассалям сообщает, что тому, кто любит мечети и посещает их, соблюдая времена намазов в них, и присутствуя на пятничных и групповых намазах, Аллах приготовит для него угощение из рая. То есть Всевышний Аллах приготовит для него место, степень и угощение из рая. Каждый раз, когда он ходит в мечеть, каждый раз, когда он ходит туда и возвращается из нее, «О Аллах, сделай нас из тех, кто наполняют мечети любовью, стремлением, смирением и желанием». «От Абу Мусы Аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Наибольшую награду за коллективную молитву получит тот, кому приходится проходить наибольшее расстояние до мечети», рассказал Аль-Бухари. «Тот, кто приходит с далекого места, чтобы присутствовать на намазе в мечети, чем он дальше, тем больше его награда, потому что он больше испытывает трудности и больше устает, и потому что количество его шагов в сторону мечети увеличивается таким образом». «Каждый его шаг, который он делает, поднимает его степень или стирает с него грех», как об этом сообщается в достоверных пророческих хадисах. «От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обоими», передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пусть тот, кто поест чеснок или лук, сторонится нашей мечети», рассказал Аль-Бухари. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, указал тому, кто поест чеснок или лук, совершать намаз дома и не приходить в мечеть, чтобы не вредить своим запахам тем, кто пришел на групповой намаз и чтобы знали, что лук и чеснок или им подобную еду в основе дозволено кушать. А запрет здесь только в посещении мечети после того, как поел их, а не в общем от их употребления. И лучше будет для мусульманина посещать мечеть в полной своей красе и чистоте. От Абдуллаха ибн Умара «Да будет доволен Аллах ими обоими», передается, что посланник Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует», сказал, «Коллективный намаз превосходит намаз, совершенный индивидуально в 27 раз», рассказал Аль-Бухари. «Коллективный намаз в мечетях — это из сунны правильного пути и из явных обрядов ислама. И в нем призыв к единству и объединению, и посредством него показывается сила и величие мусульман». Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Коллективный намаз превосходит намаз, совершенный одним человеком, на 27 степеней». Из достоинств выполнения коллективного намаза то, что такой намаз лучше намаза, совершенного одним человеком, в 27 раз. А когда праведные предшественники поняли важность коллективного намаза, посчитали пропуск коллективного намаза большим несчастьем и совершали много праведных деяний в надежде компенсировать то, что их миновало из награды коллективного намаза. Как сказал Нафи, да смилуется над ним Аллах, сказав Абдуллах ибн Умар, да будет Аллах доволен ими обоими, когда пропускал выполнение после полуденного намаза коллективно, поминал Аллаха до заката. Однажды он не выполнил ночной намаз коллективно, и по причине этого совершал намазы до зари. «От Малика ибн Аль-Хувайриси, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «А когда настанет время намаза, пусть один из вас призовет вас к намазу, и пусть старший из вас руководит вашим намазом», рассказал Аль-Бухари. Малик ибн Аль-Хувайрис, да будет доволен им Аллах, рассказал некоторым своим товарищам, как он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва салям, вместе с некоторой молодежью после принятия ислама. И они остались у него, и пророк, саллаллаху алейхи ва салям, научил их намазу и некоторым ахкамам азана и выполнению намаза в качестве имама. И из того, чему он их научил, когда наступает время намаза, пусть один из них возгласит азан, затем и каму, а затем пусть имамам в намазе становится старше из них, если они равны в знании священного Корана наизусть. «От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, выравнивайте ваши ряды, ведь поистине выравнивание рядов является признаком совершенства намаза», рассказал Аль-Бухари. Самое лучшее место сбора мусульман это присутствие на коллективных намазах в мечети. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва салям, указал своей умме на выравнивание рядов, сказав, выравнивайте ваши ряды, то есть стойте ровно в одну линию в сторону киблы и закрывайте щели между рядами. И не оставляйте пустых пространств между рядами, чтобы у шайтанов не было возможности вредить вашему намазу. Затем сказал, «Ведь поистине выравнивание рядов из совершенства намаза». То есть выравнивание рядов это признак полного и совершенного намаза. А кривизна ряда это недостаток и упущение в намазе. «Так стой же на своем месте, брат мой, мусульманин. И знай, что держась этого места, ты воплощаешь одну из форм сплоченности и объединения, на которые побуждает великая религия ислам». От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине имам назначается для того, чтобы во время молитвы другие следовали за ним. И если он совершает поясной поклон, то кланяйтесь вместе с ним. Если он поднимает голову, поднимайте и вы. И если он молится сидя, то и вы молитесь сидя», рассказал Аль-Бухари. Коллективный намаз должен выполняться согласно его правилам, и имам назначается, чтобы следовали за его действиями в намазе и не противоречили ему, опережая его или отставая от него. Необходимо соблюдать переходы имама с одного положения в другое упорядоченно. Если имам совершит поясной поклон, то следуйте за ним в его поясном поклоне, а если он выпрямится, то следуйте за ним в его выпрямлении из поясного поклона и так далее. Следуйте за ним во всех аспектах намаза. А если он совершает намаз, сидя из немощности стоять, то вы тоже совершаете намаз, сидя, если даже вы можете стоять. И это делается для осуществления следования. От Абу Гурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, после того, как будет объявлено о начале молитвы, не торопитесь, а идите размеренным шагом и будьте спокойны. Молитесь, начиная с того рака'ата, который вы застанете, а то, что вы пропустите, восполняйте, рассказал Аль-Бухари. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, услышал голоса мужчин во время выполнения коллективного намаза. И когда закончил намаз, он спросил о причине этого гула, и они объяснили, что это по причине их спешки, чтобы успеть на коллективный намаз. И пророк, салаллаху алейхи ва салям, запретил им спешить и указал им на этику прихода на намаз. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, если начнется выполнение намаза, не идите на него быстрым шагом. То есть не идите на намаз в спешке, а направляйтесь, идя так, чтобы на ваших лицах была видна серьезность, внимательность и спокойствие. И ту часть намаза с имамом, на которую успели, выполняйте вместе с ним. А ту часть, которую пропустили, возместите после того, как имам завершит намаз. И таким образом вы получите награду и достоинство коллективного намаза с дозволения Всевышнего Аллаха. От Абу Мас'уда Аль-Бадри, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, о люди, поистине, некоторые из вас отталкивают других от религии. Пусть же проводящий молитву с людьми не затягивает ее, ибо поистине среди молящихся позади него есть слабые, старые и те, у кого есть неотложные дела, рассказал Аль-Бухари. Один мужчина пришел к пророку, салаллаху алейхи ва селям, жалуясь на то, что Муаз ибн Джабль, да будет доволен им Аллах, растягивал чтение в намазе и что по причине этого он отсутствует на утреннем намазе. И пророк, салаллаху алейхи ва селям, очень сильно рассердился в тот день и прочитал проповедь людям, сказав, о люди, воистину среди вас есть те, кто отталкивает. То есть, некоторые из ваших имамов отталкивают людей от коллективного намаза, растягивая его совершение. Затем сказал, тот, кто будет совершать намаз вместе с людьми в качестве имама, то пусть проявит снисходительность. То есть, тот, кто будет имамом из вас, то пусть облегчит чтение и стояние, полноценно выполняя поясной и земной поклоны и соблюдая спокойствие в намазах. И так делается, потому что среди совершающих намаз есть слабый по причине болезни или увечья, человек в возрасте или нуждающийся из числа работающих. Пусть мои отец и мать будут выкупом за тебя, о посланник Аллаха. У тебя вызывает гнев то, что приносит тяжесть людям и ты велишь облегчить для них. Раздел намаз в домах. От Абдуллаха ибн Умара да будет доволен Аллах ими обоими, передается, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, совершайте часть молитв в своих домах и не превращайте их в могилы, рассказал Аль-Бухари. Как же прекрасен этот слиток. Намаз — это свет, и этот свет не должен ограничиваться в мечетях, а нужно выделить некоторую часть из него для домов. Поэтому пророк, салаллаху алейхи ва салям, побуждал верующих освящать свои дома дополнительными намазами. А если дома лишаются этого света, то становятся как мрачные и пустынные могилы. О, любимые, освящайте ваши дома намазом Духа. Освящайте ваши дома дополнительными намазами до и после обязательных. Освящайте ваши дома ночным простаиванием в молитвах. И как же прекрасно, если тебя увидит твоя семья и твои дети совершающим намаз среди них, и будут обучаться от тебя выполнять и проявлять внимание к намазу. И тогда свет найдет свой путь к твоему дому и благодать снизойдет в него. Покроется милостью и в него войдут ангелы, а шайтаны убегут из него. От Зайда ибн-Табита да будет доволен им Аллах передается, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, лучший намаз это намаз человека, совершаемый в своем доме за исключением обязательного, рассказал Аль-Бухари. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, поведал, что дополнительные намазы лучше выполнять в домах. А что касается предписанных намазов, то есть обязательных, то их лучше выполнять коллективно в мечети. Ученые сказали, дополнительные намазы лучше выполнять дома. И это касается всех дополнительных намазов, кроме тех, которые являются отличительным знаком ислама, как, например, праздничный намаз, намаз затмения, намаз мольбы о неспослании дождя, также намазы, которые выполняются только в мечети, как, например, два раката приветствия мечети. Раздел ночное от Абу Гурейры, кто станет просить меня о чем-нибудь, чтобы я даровал ему это, кто станет молить меня о прощении, чтобы я простил его, рассказал Аль-Бухари. О, Аллах, как же силен почтительный страх к этому хадису, и как же велик его смысл, и почему бы не быть такому, ведь этот хадис забирает нас к положению Господа, к божественным атрибутам и к божественной милости. Посланник Аллаха алейхи салату ассалям рассказывает нам о Господе величия, что он снисходит так, как соответствует его величию к нижнему небу. Ученые сказали, снисхождение известно, а как оно происходит нам неизвестно. И Аллах определил для нас время, это последняя треть каждой ночи. А ночь это время спокойствия, ясности разума и отдыха от арены жизни. В это время снисходит наш Господь Субханаху ва Тааля проявляя милость и щедрость и говорит «Кто станет обращаться ко мне с мольбами, тому я отвечу. Кто станет просить меня о чем-нибудь, тому я дарую. Кто станет молить меня о прощении, того я прощу. О Аллах! Как может спать в это время тот, кого обременила тревога или стеснила беспомощность или отяготили грехи? И блажен монах ночи, который совершает смиренно намаз, взывает в мольбе убежденно, кается искренне и его слезы льются с любовью и страстью, со страхом и надеждой. О Аллах! Сделай нас из числа тех, кому ты помог прийти к этой великой милости. Передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выстаивал ночь в молитве, пока не трескалась кожа на его стопах, рассказал Аль-Бухари. Наша мать Аиши, да будет доволен ею Аллах, рассказывает нам о поклонении пророка саллаллаху алейхи своему Господу, что он выстаивал ночь, пока не трескались его стопы, что он простаивал ночи в молитвах, пока его стопы не покрывались трещинами, то есть пока не опухали и не трескались его стопы по причине долгого стояния перед своим Господом. И Аиша сострадательно спросила его, почему ты так поступаешь, о посланник Аллаха? Ведь Аллах простил тебе все предыдущие и последующие твои грехи. И он отвечает фразой, наполненной признанием милости его Господа для него. Он говорит, разве не хочу я быть благодарным рабом? Просим Аллаха помочь нам в его поминании, благодарности и в хорошем поклонении. Передается от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, которые сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне, о Абдуллах, не уподобляйся тому, кто раньше всегда молился по ночам, а потом перестал. Рассказал Аль-Бухари. Великий сподвижник Абдуллах ибн Амр, да будет доволен им Аллах, был усердным в поклонении и постоянно простаивал ночи в молитвах. И пророк салаллаху алейхи и салям указал ему на умеренность в поклонении, рассказав о человеке, который соблюдал простаивание ночей. Однако он не смог продолжить простаивать. Он сказал ему, не будь подобен такому-то. Он простаивал ночи в молитвах, а потом забросил это. А причина забрасывания тем человеком ночных молитв в том, что он проявлял чрезмерную строгость к себе во время простаивания. Поэтому пророк салаллаху алейхи и салям стремился побуждать сподвижников к умеренности в поклонении, чтобы им это не надоело по причине тяжести поклонения и в результате этого они не оставляли эти деяния. Самые любимые деяния для Аллаха это продолжительные деяния, даже если они будут малочисленны. От Абдуллаха ибн Умара да будет доволен Аллах ими обоими передается, что Хафса рассказала пророку да благословит его Аллах и приветствует один из его снов. И пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал, как прекрасен этот мужчина Абдуллах вот если бы еще он только выстаивал ночной намаз. Рассказал Аль-Бухари. Абдуллах ибн Умар да будет доволен Аллах ими обоими говорит, я был молодым неженатым юношей и я спал в мечети во времена посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. Я увидел во сне как будто два ангела взяли меня и отнесли к огню и он оказался построенным в виде колодца и у него было два рога как у колодца и в нем были люди которых я знал и я начал говорить я прибегаю к Аллаху за защитой от огня ибн Умар говорит и меня встретил один ангел и сказал не бойся на тебе нет страха ибн Умар ибн Умар ах ибн Умар Затем Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, если бы он простаивал ночной намаз. Сон указывает на праведность Ибн Умара, да будет доволен Аллахами обоими, и на его стремление к праведным деяниям. И Пророк, салаллаху алейхи ва салям, захотел короновать его праведные деяния простаиванием в ночных молитвах, чтобы он возвысился по степеням лучших праведников. Салим Ибн Абдиллах Ибн Умар сказал, мой отец Абдуллах спал ночью только немного. От Абдуллаха Ибн Умара, да будет доволен Аллах, ими обоими передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, ночную молитву следует совершать по два рака'ата. Если же вы станете опасаться, что уже вот-вот наступит утро, совершите еще один рака'ат, чтобы общее количество того, что вы совершили, стало нечетным, рассказал Аль-Бухари. У ночного простаивания своя особенность выполнения, как и у других намазов, которую пророк салаллаху алейхи ва салям объясняет словами, ночной намаз, тахаджуд, по два, по два. То есть мусульманин должен выполнять в ночном простаивании два рака'ата, затем завершить намаз приветствием, выполнить два рака'ата, затем завершить намаз приветствием и так далее. А если мусульманин боится, что будет возглашен азан для утреннего намаза, нужно выполнить один рака'ат, чтобы у него получилось нечетное количество рака'атов. Ограничимся сегодня этими жемчужинами и слитками, а в следующей лекции встретимся вместе с драгоценными кладами и полезными знаниями. В конце нашего призыва хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и его сподвижников. Субтитры создавал DimaTorzok Бухари